Рождение ребенка – это большое счастье. Вот только родить и поставить на ноги детей – не самая простая задача. Пока соберешь достаточно денег, можно состариться. Пособие на детей выросло, но много ли ты купишь на эти деньги? То ли дело знаменитости – могут родить хоть в 40, а хоть и в 70. Если не сами, то с чужой помощью. Алла Пугачева, Светлана Пермякова, Марина Порошина и много других звезд решились завести детей тогда, когда уже пора нянчить внуков, а то и, простите, правнуков. Что это? Глупость и эгоизм или осознанные решения? В нашем видео мы постараемся разобраться, что толкает женщин на такой шаг. Посмотрим, что есть хорошего, а что плохого в позднем материнстве. Мы удивим вас откровенным признанием Любови Успенской и, конечно же, расскажем о громком конфликте в мире шоу-бизнеса, который начался из-за Михаила Боярского. Что же такого сделал наш любимый Д'Артаньян? Чем вывел из себя Леру Кудрявцеву, Эвелину Блёданс и даже Ирину Млодик? Подписывайтесь на наш канал, с нами всегда интересно! Когда мы говорим о мамах, которые годятся своим детям в бабушке, первым делом на ум приходит, конечно же, Алла Борисовна Пугачева. При Мадонне уже 70, но по ее дому резво носятся шестилетние Лиза и Гарри. Может, именно они, да еще молодой муж Максим Галкин, заставляют певицу так яростно бороться за свою молодость. На последних фото Алла Борисовна больше похожа на свою дочь Кристину Арбакайте, чем на саму себя. К слову говоря, Кристина пошла по стопам своей звездной мамы и родила третьего ребенка в 40. Но при Мадонне далеко не единственная знаменитость, которая не побоялась завести детей в очень и очень солидном возрасте. В прошлом году, как гром среди ясного неба, грянула новость. У 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик родилась еще одна дочка. Девочку выносила суррогатная мать. А в январе этого года 49-летний Дмитрий Маликов и его 56-летняя супруга Елена отмечали второй день рождения своего сына Марка. Пара тоже воспользовалась услугами суррогатной матери. Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова стала мамой в 40. Она очень ждала подходящего мужчину, но время шло, а достойных кандидатов на роль отца все не было. Светлана решила взять ситуацию в свои руки и предложила своему директору Максиму Скрябину стать отцом ее ребенка. Да, он не стал законным супругом актрисы, но Пермякова к этому и не стремилась. В ее истории самым главным было рождение дочери. Лере Кудрявцевой повезло больше, чем Светлане. После череды любовных неудач она встретила того самого мужчину – хоккеиста Игоря Макарова – и захотела родить ему ребенка. Это случилось, когда Кудрявцевой исполнилось 47 лет. Свою беременность Лера держала в секрете, и об ее интересном положении стало известно на последних месяцах. Когда скрывать увеличившийся животик уже было невозможно. «Смиритесь, я родила» – отмела она в инстаграме все подозрения в суррогатном материнстве. Едва выписавшись из роддома, телеведущая в рекордные сроки вернула стройную фигуру и через две недели после родов снималась в очередном телешоу. К слову, Лера практически одновременно стала и мамой, и бабушкой. У старшего сына телезвезды Жана родился сын. А помните сериал «Бедная Настя»? По сюжету князь Андрей Долгорукий влюбился в свою крепостную Татьяну, и девушка вскоре забеременела от любимого. В реальной жизни они – настоящая семья. Вот только актерам пришлось прождать целых 13 лет, прежде чем Аист принес им заветный подарок – дочку Машу. Через некоторое время, после того, как Виктория отпраздновала 42-й день рождения, родился Ваня. По словам актрисы, беременность никогда не бывает поздней. Родить 42 года? Да запросто! Четвертую девочку? Да нет вопросов! Это все про актрису Марию Порошину, которая в начале года подарила супругу еще одну дочку – Глафиру. Но больше всего поклонников удивила Любовь Успенская. Летом прошлого года она заявила, что хочет во второй раз стать мамой. Да, известная исполнительница русского шансона 65, ну и что с того? Сама Успенская привела к примеру Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова. И заверила поклонников, что и она ничуть не хуже. Певица настроена весьма решительно и даже объявила кастинг на лучшего донора для своей яйцеклетки. Правда, мнение публики на этот счет разделилось. Ее поклонники обсуждают, что певице уже давно пора становиться бабушкой и нянчить внуков. Но Успенская уверяет, она еще достаточно молода и полна жизненной энергии, чтобы снова стать мамой. В позднем материнстве действительно есть немало плюсов. Во-первых, уже есть финансовая стабильность. В передаче «А поговорить» с Ириной Шихман на вопрос журналистки, какая еда ваша самая любимая, дети Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина, не задумываясь, ответили «красная икра». А как часто вы баловали своих детей таким лакомством? Во-вторых, есть мудрость и жизненный опыт за плечами. Такие женщины более терпеливы и внимательны в воспитании детей. В-третьих, в этом возрасте речь не идет о случайной беременности. Это осознанный шаг, к которому женщина уже готова. Поэтому она более устойчива эмоционально и психологически, и настроена на изменения, которые ребенок и привнесет в ее жизнь. А еще исследования доказывают, позднее материнство может продлить женщине жизнь, защитить ее от многих болезней и заставить ее мозг работать так же активно, как в молодости. Но не все так радужно. После 40 лет намного тяжелее проводить бессонные ночи у колыбели малыша. Сложнее быть с ребенком на одной волне в мире, полном новых технологий и устройств. Ну и согласитесь, не очень приятно, когда вы ведете своего ребенка на первый звонок и не совсем понятно, кто вы ему – мама или бабушка. Но с другой стороны, за плечами у звезд обычно находится целый арсенал профессиональных нянь, уборщиц, косметологов, массажистов, тренеров, а при необходимости – и пластических хирургов. Так что выглядят они на 20 лет моложе, чем говорят цифры в их паспортах. Однако же волну возмущения неожиданно запустил Михаил Боярский. 26 декабря нашему любимому Д'Артаньяну исполнилось 70 лет. И он честно признался, что на старости лет у него испортился характер. Актер стал очень раздражительным, ворчливым и озлобленным и оказался настоящим консерватором. Ему очень не нравится то, что происходит в современном обществе. Особенно сильно от ворчливости актера достается женщинам. Он уверен – единственное предназначение женщины – рожать детей. А совсем недавно Боярский, как катком, прошелся по бесплодным парам, которые захотели завести ребенка с помощью процедуры ЭКО. «Чтобы в старости родить ребенка – это не мечта, это придурь. Мне это не нужно. Надо рассчитывать только на себя», – категорически заявил актер. Он уверен – если не можешь завести ребенка, не надо, значит, так задумано высшими силами и не нужно проводить никаких экспериментов, чтобы это исправить. Он сказал, что если бы его жена Лариса Лупян захотела бы родить ребенка в своем возрасте, то это значило бы только одно – у нее проблемы с мозгами. Ох, что тут началось. Обиженные звезды наперебой бросились выражать свое негодование, несмотря на то, что Михаил Боярский не назвал никаких имен. Ирина Млодик решила, что это был камень в ее огород. Она резко заявила, что они с мужем Эммануилом Виторганом за оставшиеся им годы сумеют дать своим детям больше, чем кто-то за всю жизнь. Другая мама в возрасте, Эвелина Бледанс, родившая сына после 40, тоже была расстроена словами Боярского. Но ругаться не захотела, сказав, что актер может говорить все, что ему вздумается. А вот Лера Кудрявцева не смогла сохранить спокойствие. В одном из интервью ведущая прямым текстом заявила, куда стоит пойти Боярскому после такого откровения. Кудрявцева сказала, что других слов для него она подобрать не может. Но стоит признать, для Михаила Боярского подобные высказывания в порядке вещей. Не так давно он заявил, что не может назвать ни одной достойной работы его дочери Елизаветы в кино или театре. К его огромному счастью, она реализовала себя как жена и мать, ведь только в этом и состоит смысл жизни любой женщины. Удивительно, но Елизавета Боярская полностью согласна с отцом и считает, что семья должна быть на первом месте. Да, Михаил Боярский имеет право на свою точку зрения, но с другой стороны, разве каждая женщина не заслуживает на счастье вне зависимости от своего возраста? Быть матерью – это большая радость в жизни каждой женщины, будь ей 20, 40 или даже больше. Возможно, не стоит судить наших звезд за легкомыслие и эгоизм, ведь они подошли к рождению ребенка вполне осознанно и смогут окружить своих детей заботой и любовью. Дорогие зрители, чья точка зрения вам ближе – Михаила Боярского или Эммануила Виторгана? Как вы считаете, рожать на старости лет – правильное решение? Напишите свое мнение в комментариях, и если вы вдруг еще не подписаны на наш канал, советуем вам сделать это прямо сейчас. У нас только самые интересные новости о ваших любимых звездах.